Справа от меня стоит чемпион ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдул-Вахабов. Абдул-Азиз, приветствую, рады тебя видеть. Я не могу не спросить тебя вопрос про твое противостояние с Эдуардом Артаньяном. Я знаю, что тебя все уже утомили с этим вопросом, и все же он утомили, потому что он очень актуальный. Расскажи про решение лиги сделать твой бой с Устар Магомедом. Почему все-таки это не реванш, третий бой с Вартаньяном? Ну, я насчет этого, чтобы конкретно сказать, не знаю. Лига так захотела, что Устар Магомед это более, он уже три боя сделал, он заслужил этого, поэтому, наверное, лига дала ему этот титл, а потом может, или хоть я проиграю, или хоть выиграю, не знаю, следующий реванш сделать, я не знаю. Лига решила так, я с этим согласен. Расскажи немножко про то, что было после боя с Вартаньяном. Ты приехал в клуб, вы делали какой-то там разбор этого боя, да? Ты понял, да, чего тебе не хватило? После этого с тренерами обсуждали это? Расскажи. Да, и, конечно, мы разбирались с тренерами, с своими тренерами обсуждали этот бой. Конечно, у меня была скованность, наверное, это простой, чем обычно, я больше набрал вес после весогонки. И я чуть потяжелел, руки забились, оттекли, воду, наверное, много пил. Так, в общем, все пошло, как должно было пройти. Ну, надо было еще мне бороться, а я не боролся, потому что у меня руки забивались. Надо правильное восстановление после весогонки. А так я готовлюсь, выкладываю на все столы. В плане подготовки, я думаю, не были у меня какие-то недоделки. Ну, не знаю, что у меня так это было. Посмотрим, будем над каждой вещью совершенствовать, тренироваться, готовиться, изучать соперников, Артаняна. Сейчас пять, я никогда не делал пять раундов. Сейчас уже, наверное, я понял, каково это бывает, насколько надо дыхание растягивать, выкладываться. Во-первых, я вот сейчас думал, если я сейчас в первом раунде выложу, потом не смогу. Из-за этого я в начальных раундах чуть себя берег, ну, как берег, ну, не выкладывал, сдерживал, да. Абдулазиз, я так понял, что после боя ты поехал в Дубай отдыхать, да? После боя я поел сразу в Америку, в Лос-Анджелес. Расскажи про поездку. Да, сразу, на второй день я взял, у меня был билет взят заранее. Заодно там был бой Хабиба, посмотрел бой UFC Хабиб против Барбоза, да. Очень хорошо, плодотворно отдохнул, приехал. Потом в Дубай на ICB посмотреть поехал. И вот сейчас уже начал готовиться. Так-то я периодически тренировался и в Америке, и в Дубай, ходил там, ну, недели, две, три тренировки стабильно делал, поддерживал себя. Ну, а сейчас уже начал на сборах в своем клубе Беркуте, в Толстаюрте. Все уже, хватит поездки в Дубай, будем дома готовиться к турниру. А расскажи про Америку, какой это был зал, в каком зале тренировался, в какой команде? Сейчас я в Америке, ну, я сейчас, когда поехал, просто больше всего отдыхать. Ну, я ходил, это, UFC Gym там был, еще King's MMA, ну, два-три раза ходил только. Ну, и мне не надо было готовиться, я просто для себя, для удовольствия тренировался, вот. Я всего лишь две недели там был, больше двух недель. Проводил ли с кем-нибудь спарринги, может быть, почувствовал уровень бойцов? Нет, на этот раз я не проводил, я не особо, ну, после боя набрал вес, расслабился, не стал спарринги делать, потому что тяжело было бы. Не хотел, чтобы чемпиона там, легко там, ну, если ты не чувствуешь себя хорошо, лучше не надо, тогда в форме, тогда уже быть. Расскажи, после посещения UFC Gym и после посещения турнира, где дрался Хабиб против Барбозы, не появилось ли у тебя мысли тоже попробовать свои силы в UFC, все-таки это на данный момент самая сильная организация в мире? Конечно, я бы хотел попробовать себя там, как каждый боец, как мы знаем, это на сегодняшний день мировая лига. Я хотел, ну, у меня все хорошо в ICB, с руководством, у нас очень хорошие отношения, и я сказал, что мы будем работать, лига ICB до конца, мне это устраивает. Я пока не собираюсь в UFC, а потом, в будущем, не знаю, в ICB тоже нелегко уже держать пояс, время покажет, что как будет дальше, но пока UFC туда не планирует. Абдул Азиз, спасибо тебе огромное за интервью, надеемся приедем, желаем тебе удачи в бою. Смотрите Вестник ММА, подписывайтесь на наш канал, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.